В Наринмаре каждый год ремонтируются дороги, но до некоторых участков проезжей части асфальтирование так и не дошло. Люди жалуются на невозможность проехать до места назначения. В песке легко застревают как легковые автомобили, так и большие грузы. О таких дорогах расскажет Елизавета Кабанова. Если песок на пляже радует, то на некоторых дорогах Наринмара он только приносит неудобства водителям и пешеходам, затрудняет движение автомобилей. Попасть на кладбище или городскую свалку в период дождей – целое испытание. А всё из-за отсутствия нормальной дороги. Камазы полностью дорогу разбили. Пройдёт, если грейдер, это ненадолго, на несколько часов и всё по новой. В своё время, несколько лет назад, эта дорога была намного выше в большинстве своих участков. Она была покрыта щебёнкой и была в нормальном состоянии. Но щебёнка куда-то улетучилась. Водители нашли выход. Но и этот выход не вариант. Качество дороги в сторону городской свалки, кладбища и приютов для животных оставляет желать лучшего. Чаще всего водители легковых автомобилей, да и даже большегрузы выбирают ехать по объездной через лес. Но она может стать вскоре такой же разбитой, как и основная. Песочная дорога опасна не только из-за возможности потери управления автомобилем, но и потому, что наносит вред самому транспортному средству. На это жалуются не только водители большегрузов, но и сотрудники питомников для животных, у которых машины в несколько раз меньше. Самое неприятное – это дорога домой. Ведь если ты застрянешь поздно вечером, помощи придётся ждать довольно долго. Очень тяжело. Бьются машины, постоянно требуют ремонта. В основном-то мы сотрудничаем с частным приютом, ну и с государственным также. Вот на своих машинах, да, и государственный приют. Вот у них УАЗик есть, у них тоже проблемы здесь с выездом, люди едут на работу. По этой дороге стараются не ездить. Это бедные машины здесь постоянно застревают. Эти дороги – не единственные в нашем городе, где правит песок, а не асфальт. Жители микрорайона Мирный также сталкиваются с этой проблемой ежедневно. Есть главная дорога, она грунтовая. Вроде бы как бы и лучше пытались сделать для нас, но не до конца доделали. Дело в том, что когда едешь на машине, и если мимо тебя проносится машина с большой скоростью, то камни летят просто в лобовое стекло, страшно становится. Я сама езжу на маленькой машинке, и когда еду к своему дому, уже с главной дороги съезжая, там везде песок, и там просто нереально ездить. Камазы ездят, мусор вывозят, они разбивают всю дорогу. В 2020 году отсыпали дорогу по улице Мира. Это решило проблему с лужами. Но эта дорога негласно считается главной. По ней часто ездят машины, вследствие чего она быстро разбивается. Жители обратились со своими проблемами к властям города. Мы обращались с этой проблемой и администрацией города Наринмара. В конце июня была встреча администрация округа, собрание депутатов были представители, и также была администрация города. Этот вопрос мы ставили как бы на обсуждение, и хотелось бы, чтобы к какому-то общему решению и к какому-то пути решения пришли. Чтобы мы могли… Это проблема не только мирного, это проблема и старого аэропорта. То есть хочется, чтобы решился вопрос положительно. Пока жителям обещали уложить плиты по улице Мира. По песчаной дороге людям, у которых нет машин, а также пожилым людям и семьям с детьми, очень сложно добраться даже до аптеки или магазина. Все эти дороги муниципальные. Их обслуживает предприятие «Чистый город», сотрудники которого комментировать ситуацию отказались. Горожане, в свою очередь, надеются, что проблему городским властям всё же удастся решить.